Добрый день! Снова серия Meelong. На этот раз мы рассмотрим кубик 4х4. Коробочка такая же, как у других кубических головоломок. С 2х2 по 5х5. Это Meelong не магнитный. Мы будем рассматривать магнитную версию. Я как-то намучился с открыванием 2х2, вернее с извлечением коробочки с аксессуарами. Поэтому здесь предварительно позаботился о том, чтобы открыть с той стороны, где есть эта коробочка. Чтобы самим кубиком ее вытолкать. Для тех, кто видел видео про 2х2, все понятно. В коробочке нас ожидает подставка, как обычно. Здесь отверточка, карточки и совсем крохотная инструкция. Можно ли научиться собирать по этому 4х4? Не знаю. Так, это все убираем. Оно нам больше не нужно. Отвертку и подставку отправляем на кладбище отверток и подставок, которых у меня уже очень много. По стандарту сравним магнитную и немагнитную версии. Судя по всему, так же как и на двушке и на трешке, здесь детали по форме одинаковы. Размер 59 мм, что магнитный, что немагнитный. Вес магнитной версии чуть больше. И цвета, так же как и у остальных головоломок, чуть темнее. Из-за чего некоторые элементы пластика уже не просвечиваются, как было на немагнитных версиях. То есть то же самое, что на 2х2 и 3х3. На двушке это было более заметно, на четверке практически не видно. Стоит вспомнить, что 4х4 мейлонг даже без магнитов достаточно популярно. Люди, которые неплохо собирают, ставили сюда самостоятельно магниты и показывали очень неплохие результаты. Когда-то я уже упоминал, что надо бы компании Мою сделать мейлонг магнитным. Вот наконец-то они это сделали. И кубик, которым когда-то кто-то мечтал, стал доступен. Это компактный 4х4 за очень низкую цену с неплохими характеристиками вращения. Немагнитный откладываем, будем рассматривать только магнитный. Сразу в процессе будем перемешивать. И расскажу, что как и все мейлонги, из коробки он был серьезно затянут. Что наверное и очень хорошо для новичков. Кто впервые взял в руки кубик, кто будет на нем только учиться. Для них это будет хорошо. Кубик вращается быстро, хорошо контролируется. Но не позволяет срезать угол чуть больше, чем хочется. Получается кубик такой достаточно строгий. То есть нужно все четко делать. Но хотя все это получается достаточно быстро. Кубиком вращать приятно. Даже сейчас я его ослабил. На нем случаются вот эти лакапки во время сборки. Я не буду говорить, что он является конкурентом кубиком 4х4 MGC или AUSU VRM. Нет, не являются те топовые модели. И он их не превосходит, это точно. Но как? Хорошая бюджетка. Как кубик, который можно брать с собой. Как первый магнитный кубик. Он очень хорош. Есть у меня Yuxin Little Magic магнитный 4х4 YJ. Yuxin Little Magic магнитный 4х4 Yuxin Little Magic. Так что есть с чем сравнить. Единственный конкурент из бюджетного сегмента это Yuxin Little Magic. Yuxin Little Magic. По мне Yuxin Little Magic вращается даже немного лучше, чем Milong. Возможно даже много лучше. Но Yuxin Little Magic имеет размер 61 мм. Здесь размер 59 мм. Я сейчас перехожу на кубики 4х4 размером 59-60. Больше уже не хочу. Уже продается кубик RS-4M. На момент записи видео это как бы новинка. Но вы увидите это видео дай бог через месяц. Так что наверняка он уже у всех будет. Я изначально хотел купить RS-4M после того, как покрутил RS-3M. Просто для сравнения. RS-3M понравился мне меньше, чем Milong. Но создатели услышали голоса тех, кто тестировал этот кубик RS-3M. Сделали магниты чуть посильнее. То есть сделали отдельную версию M+. Возможно в кубике RS-4M они это сразу уже учтут и сделают его удобоваримым. Но я посмотрел на размеры кубика. Где-то написано, что он 62 мм. На сайте самой компании Moio видел я непосредственные измерения. И где-то в магазинах написано, что 61,5 мм. Это у меня, если честно, охоту покупать RS-4M немножко поубавило. И скорее всего даже покупать не буду. По крайней мере пока планы такие. Соберем эту четверку и посмотрим, как она вращается. Вращается она очень хорошо. Давно не крутил 4х4. Наверное как раз после того, как тестировал эту четверку и не крутил. Объясню, чем же хороша четверка. Наверняка вы заметили, возможно еще с видео по 2х2 на заднем плане, вот этот экспонат. Сейчас к нему мы вернемся. После сборки этого кубика. Собираем метод Мьяву. Белый и желтый центры готовы. Можно собрать синий. Синий и допустим оранжевый. Так, оранжевый центр. Дальше, на удивление, неудачно у меня получился. Синий. Собираем красный, зеленый и дособираем четвертый уз креста. Собираем ребра. Да, надо чаще четверку собирать. Уже немного подзабыл. Вот видите эти локапчики, которые здесь иногда происходят. Все это бывает. Среднее время в районе минуты у меня по 4х4. Причем на этом кубике тоже. Так, что тут осталось? Осталось фактически. Все, ребра собраны. Переходим сразу на этап 3х3. Опять можно было заметить этот локапчик. Даже на этапе 3х3. Но я думаю, если немного еще ослабить, они тоже могут уйти. Вот сколько я вращал. У меня не было ситуации, чтобы он озвакапило так сильно, что уже не вращалось. То есть ни разу кубик не разлетался. Он вполне стабилен. Получаем паритет. Размер 59 миллиметров. Очень удобен. Ну, в принципе, так же, как и размер 60 миллиметров. Получаем второй паритет. И дособираем PLL. Неплохо вращается. Юстуд чуть лучше. Ну, возможно, если немного здесь еще подшаманить настройку, он будет вращаться лучше. Даже наверняка. Почему? Да потому, что протестируя этот кубик, я заказал еще два. И сделал сиамский магнитный куб 4х4. Изначально, когда-то давно, я хотел это сделать из немагнитных мейлонгов. Но так долго откладывал эту идею в долгий ящик, что уже вышли магнитные мейлонги, и цена кубиков позволяла их приобрести и сделать вот такой вот интересный пазл. Он лежит у меня давно. В первые дни я его очень активно использовал. Очень хорошая головоломка. Мне очень нравится. Причем соединены они через блок 1х1х4. Как и стандартный сиамский. То есть у меня теперь уже есть сиамские 3х3 магнитные, 4х4. Ну, возможно, сделаю и 5х5, но, скорее всего, начну с немагнитных. У меня есть пара пятерок, которые можно использовать с небольшими дефектами. Но в чем суть? Я, наверное, вот эти кубики вращал больше, чем вот этот. Очень даже на то похоже. И они вращаются очень хорошо. Здесь, конечно, не так удобно держать, как кубик отдельный. Но здесь все приятно, все великолепно. Давайте даже перемешаем. Я не засекал время, за которое я собираю сиамский куб. Но, возможно, когда-то сделаю. Возможно, когда-то даже соберу на камеру, на скорость. По крайней мере, я уже снял, как сделать такой кубик. У меня был опыт сиамских 4х4 на кубиках гуансу, не магнитных. Там все попроще. И я заснял, как это делается конкретно на этих милонгах. Делается все не очень сложно. Достаточно быстро. Если интересно, я могу это видео опубликовать. Она уже смонтирована. Потому что по плану пока в сетку публикации она не вписывается. Да и не уверен, что она кому-то нужна в ближайшее время. По итогу, я считаю, что сейчас среди бюджетов есть две удачных модели. Это USU 2M и милонг. USU чуть побольше, вращается помягче и поприятнее. Милонг покомпактнее. Матовый, это глянцевый. Чуть погрубее вращается. Но, опять же, настройкой это дело можно все решить. Очевидно, это два лидера в бюджетном сегменте. В топовом сегменте это MGC и AOSU VRM. Удачные кубики. Если хотите себе первый магнитный куб, выбирайте из них. Чуть поменьше, чуть побольше. Матовый, глянцевый. Кому что нравится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует...